Здравствуйте! Я покажу, как решить задачу из бумаги F7, F7, SCA. Эта задача была в сентябре-декабре 2017 года на экзамене. Как вы видите, экзамен состоит из 32 заданий, и каждое из них должно быть решено. Два последних задания, соответственно, это задача 31-32, по 20 баллов каждая. Предыдущие задания, они в сумме дают, соответственно, 60 баллов из секции А и секции Б. Мы с вами решим задачу 32, последнюю. Собственно, давайте посмотрим, в чем состоит эта задача. Решение есть у меня в Excel. Я, собственно, записывал это видео, чтобы показать, что Excel можно очень хорошо использовать для того, чтобы решать задачи по SCA. Это видео будет у меня на русском, то есть я буду говорить по-русски, хотя, соответственно, текст здесь на английском. Ну, я думаю, это будет полезно для русскоязычных обучающихся. В общем-то, чем вообще полезен Excel при решении задачи? В частности, по АСА, для булавческого учета, для отчетности и так далее. Тем, что все видно. То есть, давайте я вам покажу. Например, при решении этой задачи все действия видны. Видно, откуда какая ячейка идет, как считается то-либо иное значение и так далее. Да, вот тут некоторые вещи видно, прямо по формулам все можно посмотреть, понять. И если вы поймете общую логику, которая видна, в принципе, из Excel, вот из формул, которые стоят, то есть, откуда берется какое число, что на что умножается, какие проценты и так далее, то если вы это поймете, то вам решать будет задача очень легко. Понятное дело, что на экзамене вы не используете Excel, вы используете только ручку, бумагу, если это не компьютерный тест. Но, тем не менее, в целях обучения, вот эти вот файлы, которые я делаю, и именно обучение в Excel, это очень полезно. Так как, еще раз повторяю, вы видите каждую цифру, которая в результате получается, вы ее видите в Excel. То есть, все расчеты, они есть. И из одной цифры следует другая, из второй третья и так далее. То есть, все это можно в Excel отследить. И в этом большое преимущество использования такого подхода. Ну, смотрите, значит, у нас в соответствии с задачей есть компания Party и компания Streamr. Есть, соответственно, их балансы на 30 сентября 2015 года. Ну, тут 2x5, да, ну, 5-го года, давайте будем так говорить. Вы видите вот их балансы. То, что представлено, это draft balances. Надо понимать, что это именно drafts, drafts. Задача стоит следующая, required. Приготовить консолидированную отчет о финансовом положении группы Party на 30 сентября 2015 года. Это задание A. Давайте решим для начала задание A. Вот наши балансы двух компаний. Мы видим, что у нас есть Property Planted Equipment, то есть основные средства для Party 392 тысячи, для Streamr 84 тысячи. У нас есть инвестиции в компании Party в сумме 120 тысячи. У компании Streamr инвестиций нет. Мы сразу должны понимать, что мы видим, что компания Party является материнской компанией для компании Streamr. То есть в этих 120 тысячах сидят в том числе инвестиции в компанию Streamr. А возможно и только инвестиции в компанию Streamr. То есть возможно все 120 тысяч являются долями в компании Streamr, в данном случае акциями. Ну либо, допустим, 80 тысяч из 120 это акции Streamr, а 40 тысяч это акции в какую-то другую компанию. Пока мы не прочитали условия, мы этого не знаем и сказать не можем. Ну это у нас сумма, то есть вот эти 512 тысяч и 84 тысяч это сумма вот двух предыдущих ячеек. Дальше у нас Current Assets, текущие активы для компании Party 94 700, для компании Streamr 44 650. И дальше соответственно у нас Total Assets, итого активы. Мы внеоборотные активы, Non Current Assets, прибавляем с оборотными активами, с текущими активами Current Assets. И выходим на суммы для компании Party 606 700 и для компании Streamr, соответственно 128 650. Давайте я сделаю даже поближе вот так вот. Немножечко вот так вот я сделаю. Я надеюсь вот так вот наши, вы будете видеть лучше, да. И вот давайте удалим, чтобы все было больше, да, больше виднее. Здесь у нас все-таки расстояние. Давайте вот так вот тоже удалим. Вот. Я думаю, сейчас стало гораздо все лучше видно, ближе. Для тех, у кого зрение не очень хорошее, те смогут увидеть, что здесь написано. Так. Угу. Угу. Вроде все помещается на экран, да. Вот видите, все, что нужно по горизонтали, по ширине помещается на экран, поэтому я просто буду листать вверх-вниз и всю информацию вы сможете увидеть. Соответственно, у нас есть вот такие вот балансы. Давайте теперь обратимся к пассивам. Капитал и обязательства. Капитал. Соответственно, акция, обыкновенная акция компании Party 190 тысяч, компании Streamr 60 тысяч. Невоспленная прибыль компании Party 210 тысяч, компания Streamr 36 500. Ну, как это по-русски сказать-то? Revelation Supples. Соответственно, для компании Party 42400, для компании Streamr 4000. И общий капитал, как мы видим, 441400 для компании Party и 100500 для компании Streamr. Также у нас есть внеоборотное обязательство, как отложенное, ну, некое отложенное обязательство в сумме 28000 для компании Party, и оно отсутствует для компании Streamr. Также есть текущее обязательство в сумме 137300 для компании Party и 28150 для компании Streamr. И как мы с вами увидим, сумма капитала и обязательств у нас составляет 606700 для Party и 128650 для компании Streamr. И у нас активы равны по силам. Это вот можно проверить. Видно, что у нас тут ноль. Видите, да? Стоит ноль. Хотя напишу чек, что ты проверкал. Чек. И сделаю все это синим цветом. Таким фиолетовым. И вот так вот, пониже. Вот так вот. Чек подвину сюда, чтобы было красивее. Вот, да? Теперь. У нас есть четыре условия. Четыре условия, которые нужно использовать. И на основе этих условий мы, соответственно, делаем консолидированную отчетность. Кстати, вот она. Условие первое. 1 октября 2004 года компания Party приобрела 80% акционерного капитала компании Streamr. На эту дату невыстреленная прибыль компании Streamr была 34 миллиона долларов. И резерв переоценки Revelation Surplus равнялся 4 миллионам. Компания Party заплатила первоначальную сумму наличными в сумме 92 миллиона. и согласилась выплатить владельцам компании Streamr дополнительные 28 миллионов 1 октября 2006 года. Бухгалтер записал общую сумму двух элементов, то есть вот эти 92 и 28, по статье инвестиции. То есть вот по этой статье 120 миллионов. Компания Party имеет стоимость капитала в сумме 8%. Соответствующий дисконт составляет 0,857. Это первое условие. Давайте разберемся в нем подробно. О чем идет речь? 1 октября 2004 года компания приобрела 80% дочерней компании Streamr. И она готова заплатить... То есть она сразу 1 октября 2004 года заплатила 92 миллиона. И 1 октября 2006 года, то есть ровно через два года, она обязуется заплатить еще 28 миллионов. То есть всего она платит сколько? 92 плюс 28 равняется 120. Вот эти 120 миллионов, собственно, здесь и стоят. Видите? Инвестмент 120 тысяч. Здесь у нас стоят тысячи, потому что отчетность у нас в тысячах долларов готовится. То есть если мы добавим три нуля, будет 120 миллионов. То есть вот эти вот 120 миллионов, они, собственно, здесь и стоят по строке инвестментс. Но при этом 92 уже заплачено, по сути. 28 предстоит заплатить 1 октября 2006 года. И как мы видим, вот здесь вот 28, они стоят вот здесь вот. Deferred consideration 28. То есть та сумма, которую необходимо будет заплатить 1 октября 2006 года. Ну мы, естественно, сразу понимаем, что эта сумма здесь представлена некорректно, потому что там есть некие проценты, которые также нужно учитывать. То есть мы до этого дойдем. Теперь, что такое 8% и дисконтная ставка 0,857. Давайте посмотрим. Значит, глубоко в теорию уходить не буду. Скажу, что есть такое понятие, как стоимость капитала для компании ПАТИ, она составляет 8%. И есть такое понятие, как дисконтирование, да? Давайте вот сюда вот глянем. Вот сюда вот глянем. Здесь у нас представлено дисконтирование. Как это делается? В год нулевой, значит, при дисконтном факторе... DF – это discount factor. Discount factor – это 8%. То есть дисконтный фактор при 8%. При нулевом годе, то есть в этом году, если все происходит, у нас дисконтный фактор равен 1. В следующем году при 8% у нас дисконтный фактор будет, видите, 0,926. Во втором году он будет 0,857. 0,857, собственно, это вот эта сумма и есть вот здесь, то, что вы видите, да? В условии задачи. В году номер 3 он будет 0,794. Как я это посчитал? Посмотрите на формулу. Мы единицу делим на 1,08 и возводим все это в первую степень. То есть, ну, и округляем, чтобы у нас было три знака после запятой. Чтобы у нас вот, как бы, ну, сумма была ровно 0,857 вот здесь вот, да? То есть если округл не ставить, то там будет количество знаков после запятой очень большим, но нам это неудобно. Поэтому для удобства мы взяли три знака после запятой. Поэтому вот эту формулу округл, соответственно, выражение и 3 мы приняли здесь в Excel. То же самое вот здесь мы видим, да? Вот давайте глянем сюда. Для того, чтобы получить 0,857, мы сделали то же самое. То есть, что такое 0,857? Это, вот смотрите, сколько будут стоить деньги, допустим, 1000 рублей сейчас и сколько они будут стоить через два года? Мы хотим сравнить. То есть, вот если вам скажут, мы заплатим вам 1000 рублей через два года. Вам сказали так, да? И у вас есть, как бы, возможность выбрать. То есть, вы выбираете либо ждать два года, чтобы получить 1000 рублей, либо получить сейчас какую-то сумму меньше, да? Вот так вот, если вы готовы, собственно, под 8% рассматривать ситуацию, под 8% годовых по сложному проценту, то для вас будет безразлично получить 857 рублей сейчас, либо 1000 рублей через два года. То есть, если вам предложат, если для вас стоимость капитала составляет 8%, то при любой сумме, которая больше чем 857 рублей сейчас, вы выберете эту сумму, ну, допустим, 900 рублей. Вы предпочтете 900 рублей сейчас получить, чем ждать 1000 рублей через два года, если для вас стоимость капитала 8%. Аналогично, если вам предложат, предложат получить сейчас 800 рублей, ну, либо ждать 1000 рублей через два года, и при этом для вас стоимость капитала составляет 8% годовых по сложному проценту, то вы предпочтете получить, не получать сейчас 800 рублей, а лучше подождать 1000 рублей через два года. Потому что для вас проведенная стоимость капитала, потому что для вас проведенная стоимость вот этих 1000 рублей через два года, к текущему моменту, под 8% годовых составляет 857 рублей. Откуда мы взяли эти 857 рублей? Мы просто взяли 1000 рублей, умножили вот на этот коэффициент, 0,857, получили 857 рублей. Вот, да, то есть, вкратце, что такое дисконтный фактор, я, собственно, вам объясню. То есть, здесь в условии речь идет о том, что компания Party покупает компанию Streamer, и при этом она сразу заплатила 92 миллиона рублей, и должна будет еще заплатить через два года 28 миллионов рублей. Собственно, об этом идет речь. И речь, и также говорится, что дисконтный фактор равен 0,857 при 8%. То есть, его можно было вот этот коэффициент нам самим посчитать, если бы мы его посчитали, он был бы вот, видите, как, да? Но они нам его дали. То есть, они упростили задачи, как бы, в этот пункт. Теперь давайте обратимся к условию номер 2. 1 октября 2004 года справедливая стоимость чистых активов компании Streamer равнялась ихней текущей стоимости. С исключением некоторых запасов, которые имели себестоимость 3 миллиона долларов, но при этом имели справедливую стоимость в 3,6 миллиона долларов, то есть 3 миллиона 600 тысяч. После состояния на 30 октября 2005 года 10% от этих запасов оставалось внутри статьи «Запасы» компании Streamer. То есть, вот у нас есть статья «Запасы». Ну, она есть, да, допустим, внутри «Current assets». И вот внутри вот этой вот 44,650 есть вот эти запасы. Некие запасы, про которые идет речь. Вот про это был второй пункт. Давайте теперь обратимся к третьему пункту. В течение года компания Party продала товары в сумме 8 миллионов рублей компании Streamer с маржой по gross profit, по валовой прибыли, по марже в валовой прибыли в 25%. 30 сентября 2005 года компания Streamer до сих пор владела одним миллионом из этих товаров в составе своих запасов. То есть, компания Streamer не избавилась полностью от этих запасов, а 1 миллион из этих 8 миллионов у нее был. То есть, еще раз, да, компания Party продала на 8 миллионов компании Streamer какие-то там запасы. И по состоянию на отчетную дату, на 30 сентября 2005 года, компания Streamer из этих 8 миллионов, купленных, 1 миллион до сих пор владела, то есть, как бы, не продавала, не использовала, они до сих пор висели на балансе в качестве запасов. Нормальная маржа компании Party для внешних потребителей, то есть, не для связанных сторон, составляет 45%. Вот это у нас третий пункт, третье условие и четвертое условие. Группа Party использует метод справедливой стоимости для оценки неконтролирующего интереса. Ну, раньше неконтролирующий интерес называли Minority Interest, то есть, доля меньшинства. Сейчас принято называть Non-Control Interest, неконтролирующую долю участия по-русски. В момент приобретения неконтролирующая доля участия была оценена в 15 миллионов долларов. То есть, вот этот факт тоже у нас есть. Вот есть некие четыре факта. Есть два баланса на 30 сентября 2005 года по двум компаниям. И, исходя из этой информации, в пункте А задачи, который оценивается в 15 баллов, у нас общее количество баллов на экзамене, 100 баллов. Так вот, 15 баллов – это 15% получается. 15% оценки зависит от того, как правильно вы подготовите консолидированную финансовую отчетность. Ну, в данном случае не отчетность, извиняюсь, а отчета, консолидированный отчет о финансовом положении, консолидированный баланс. Вот группы party на 30 сентября 2005 года, да? То есть, требуется подготовить консолидированный отчет о финансовом положении компании группы party на 30 сентября 2005 года. И за это вы получите 15 баллов. Давайте сделаем этот пункт. Для этого нам понадобятся workings. Вот такие вот workings. По-русски я бы это перевел как, ну, такие пункты. То есть, первый пункт, второй пункт при решении задачи. И потом мы используем эти workings для того, чтобы соединить их вместе, вот цифры, которые мы получим, в консолидированную отчетность. Первым пунктом мы всегда смотрим на структуру группы. Мы из условия увидели, вот из первого условия, видите, тут 80%. Мы увидели, что компания party вводит 80% компании streamer. Здесь записали 80%. Также мы увидели, что компания party владела компанией streamer в течение одного года. Это важный момент. То есть, приобретение было 1 октября 2004 года, а отчетность делается на 30 сентября 2005 года. То есть, ровно один год. После момента приобретения прошел. Ну и третий момент. Неконтролирующая доля в участии составляет 20%. То есть, компания party владеет в компании streamer 80%, а 20% оставшиеся в компании streamer, вот в этих акциях, 20%, принадлежат кому-то другому, каким-то меньшинством. То есть, есть доля меньшинства, некоторые еще доля участия. Вот им принадлежит 20%. Соответственно, кто это, мы не знаем. Но это не party. То есть, первый воркинг мы определили структуру группы. Второе действие. Мы всегда при решении задач на консолидацию, вот именно задач, связанных с консолидированным балансом, отчетом о финансовом положении. Кстати, слова баланс и отчет о финансовом положении, balance sheet, statement of financial position, это равнозначные слова. Можно использовать и то, и другое слово. То есть, абсолютно нормально. Так вот, всегда вторым пунктом, при решении такого типа задач, мы должны посмотреть на чистые активы дочерней компании. В данном случае дочерней компанией является компанией Streamer. Поэтому мы смотрим на чистые активы этой компании. Как мы это делаем? Мы смотрим на чистые активы на момент приобретения и на отчетную дату. Момент приобретения у нас acquisition date, это у нас 1 октября 2004 года. Отчетная дата – это statement of financial position date, это у нас 30 сентября 2005 года. Если бы мы приобрели компанию 3 года назад, то у нас все равно бы был by acquisition date и statement of financial position date. Только даты были бы немножко разные, но вот это нужно понимать всегда. То есть, мы всегда берем на дату приобретения и на отчетную дату. Вот эти две даты. И у нас есть третья колонка – post acquisition, то есть, это разница. Давайте я по форме вам покажу. Разница между колонкой S и колонкой B. Видно, да? То есть, это разница, что произошло с момента приобретения до отчетной даты. Мы вот здесь вот выводим, по сути. Так, давайте начнем с acquisition date, с момента приобретения, что произошло. Значит, смотрим на капитал, на структуру капитала компании Streamer. Что мы можем про это сказать? Мы видим, что equity 6, то есть, акционерный капитал компании на 30 сентября 5-го года был 60 тысяч. Вот он, 60 тысяч. Видите, по форму вам видно. И мы видим, что в условии ничего не сказано о том, что как-то что-то менялось в составе акционерного капитала компании Streamer. Раз ничего не сказано, что что-то менялось, значит, мы предполагаем, что капитал остался прежним. Те же 60 тысяч. Вот он на acquisition date стоит те же 60 тысяч. Соответственно, post-acquisition у нас равен нулю. То есть, мы из 60 тысяч вычитаем 60 тысяч и получаем ноль. Изменений не было. Не было дополнительного выпуска акций, не было погашения акций. Никаких таких вещей не происходило. За отчетный период. Извиняюсь, за период с момента приобретения компании Streamer до момента подготовки отчетности. Следующим пунктом мы смотрим retained earnings. Видите, в капитале у нас есть такие статьи, как equity shares, retained earnings, revelation surplus. Собственно, все эти статьи должны попасть вот сюда, в net assets of Streamer. И, возможно, еще какие-то сверху дополнительные. Следующая у нас строка это retained earnings, нераспределенная прибыль. И мы видим, что нераспределенная прибыль у нас на отчетную дату составляет 36500. Собственно, эта цифра перекочевала вот сюда. На момент приобретения она составляет 34000. То есть, вот у меня вбито 34000, и никакая формула не стоит. Откуда я взял эту сумму? Посмотрим на условия. Видите, что написано? At this date, the retained earnings of Streamer company were worth 34 million dollars. And the revelation surplus stood at 4 million dollars. То есть, мы видим, что на дату приобретения нераспределенная прибыль была 34. Вот опять я показываю вам 34 миллиона. А резерв переоценки составлял 4 миллиона. Вот эти 4 миллиона. Опять же, да? Вот они стоят. Revelation surplus – 4 миллиона. Эти же 4 миллиона, собственно, стоят и на отчетную дату, на 30 сентября. Поэтому вот у меня тут стоит формула. То есть, 4 миллиона были здесь, 4 миллиона стали здесь. И если мы посмотрим на post acquisition, то 4 миллиона минус 4 миллиона будет ноль. Но если мы посмотрим на разницу в retained earnings, то есть, в нераспределенной прибыли, мы увидим, что у нас тут 2 500. Почему? Потому что мы из 36 500 нераспределенной прибыли на отчетную дату вышли 34 тысячи. Нераспределенная прибыль на дату приобретения. Вот отсюда. И получили 2 500. Вот этот момент нужно понимать, но я надеюсь, это видно по формуле. Дальше давайте посмотрим на следующую строку. Fair Value Adjustment Inventory. То есть, это у нас корректировка до справедливой стоимости запасов. Обратите внимание, вот этой строки у нас нет в составе капитала. То есть, в составе капитала у нас тут только 3 строки, если мы смотрим на баланс. И вот эту строку мы специально добавляем, потому что мы должны чистые активы компании Streamer указывать по справедливой стоимости. Не по той стоимости, которая у нас в балансе, а именно по справедливой стоимости. По Fair Value. По-английски. И когда мы смотрим условия задачи, мы здесь обязательно увидим что-то связанное со справедливой стоимостью. А именно, в пункте 2. Вот давайте на него еще раз посмотрим. 1 октября 2004 года, то есть, на дату приобретения компании, справедливая стоимость чистых активов Streamer равнялась их текущей стоимости, но было исключение. И этим исключением являются запасы, которые имели стоимость, то есть, они отражались здесь в сумме 3 миллиона, но при этом они имели справедливую стоимость в 3 миллиона 600 тысяч. То есть, вот в этих 94, извиняюсь, вот в этих, потому что речь идет про компанию Streamer, вот в этих 44 тысячи шестьсот пятьдесят на первое октября 2004 года, вот то есть, вот по этой строке, да, Current Essence, сидели запасы, и они были представлены как 3 миллиона, хотя фактически они стоили 3 миллиона 600 тысяч. То есть, фактически эти запасы можно было продать на 600 тысяч дороже. Поэтому, вот эти вот 600 тысяч мы добавляем, как Fair Value Adjustment, как корректировка справедливой стоимости. То есть, на дату приобретения, на 1 октября, у нас был какой-то актив, запасы, да, которые стоили на 600 тысяч дороже. Вот эти 600 тысяч мы сюда и добавили. На 30 сентября 2005 года 10% этих запасов оставались по этой статье у компании Streamer. Соответственно, если 10% от этих запасов оставалось, значит, от 600, от переоценки в 600, у нас остается 60. И вот здесь мы видим, что, видите, по формуле, 3 600 минус 3000, это будет 600, умножаем на 10%, 60. То есть, на отчетную дату от этой переоценки до справедливой стоимости остается 60. Таким образом, мы посчитали справедливую стоимость чистых активов компании Streamer на отчетную дату и на дату приобретения. Вот здесь вот у нас есть сумма общая, которую мы имеем. И здесь, соответственно, вот эти вот суммы, это у нас разница между цифрами на отчетную дату и на момент приобретения. Мы это видим. И мы видим, что общая разница после приобретения в чистых активах компании Streamer составляет 1960. То есть, после приобретения чистые активы компании Streamer выросли на 1960. Еще раз, мы говорим про справедливую стоимость, не про балансовую стоимость, а про чистые активы по справедливой стоимости. Net Assets at Fair Value. Это очень важно понимать. И вот именно Net Assets at Fair Value они выросли на 1960. То есть, мы сделали Rocking 2. Следующим пунктом мы считаем Goodwill, деловую репутацию. Для того, чтобы посчитать Goodwill, нам нужно посмотреть опять же на первый пункт. На первый пункт. И давайте здесь ну, здесь все, собственно, достаточно просто. мы видим, что было заплачено 92 миллиона сразу. Вот эти 92 миллиона cash 92 миллиона. Также мы видим, что есть Deferred Cash в сумме 23 996 тысяч. Что это такое? Согласно договору компания должна была заплатить 28 миллионов через два года. Поэтому эти 28 миллионов через два года на момент приобретения должны стоить не 28 миллионов, а сумму меньшую, чем 28 миллионов. Какую именно? 28 умножить на 0,857. Я продисконтировал, и вам только что рассказывал. то есть мы берем наши 28 умножаем на 0,857 и получаем видите, такую сумму 23 тысячи 9,996. Вот они 23 тысячи 9,996. Вот эту сумму получаем. То есть по сути вот эту сумму это приведенная стоимость денег, которую компания должна заплатить на момент приобретения компании стример. Вот она сюда попала. 23,996. Следующий пункт у нас Non-Controlled Interest at Acquisition. То есть наша компания стример, в ней есть неконтролирующая доля участия. И эта неконтролирующая доля участия посмотрите, четвертый пункт стоит 15 миллионов долларов. То есть давайте почитаем четвертый пункт еще раз. Группа вот этой компании Party использует метод справедливой стоимости для оценки неконтролирующей доли участия. на дату приобретения неконтролирующая доля участия оценивалась в 15 миллионов. Вот эти 15 миллионов. То есть сколько мы заплатили сразу, сколько мы должны заплатить через год по проведенной стоимости 23,996 плюс неконтролирующая доля участия в этой компании 15 миллионов и минус чистые активы в момент приобретения. Чистые активы в момент приобретения мы считали вот они 98,600 то есть сумма вот этих цифр минус 98,600 по формулам вы их можете увидеть что именно эта сумма идет сюда с минусом и вот после этого когда мы все эти цифры сосчитаем просуммируем цифры с плюсом с плюсом просуммируем те что с минусом с минусом вот видите сумма показана мы получим Goodwill на момент приобретения 32 миллиона 396 то есть вот эта сумма 32,396 это сумма наших четырех предыдущих чисел мы сделали пункт 3 посчитали наш Goodwill пункт 4 считаем неконтролирующую долю участия неконтролирующую долю участия на момент приобретения составляет 15 миллионов как мы видим эту сумму 15 миллионов это у нас сумма которая вот отсюда идет 392 да то есть следующая сумма это 392 значит неконтролирующая доля участия в компании стример после приобретения составляет 392 как мы нашли эту сумму мы 20% это доля меньшинства в компании стример умножили на рост чистых активов компании стример после приобретения то есть 1960 20% умножаем на 1960 получаем 392 и сумма этих двух чисел нам дает 15392 это наше четвертое действие пятое действие нераспределенная прибыль нераспределенная прибыль считается следующим образом у нас есть компания party которая на отчетную дату имеет нераспределенную прибыль в сумме 210 тысяч вот они видите да то есть эта сумма перекочевала сюда у нас есть доля компании party в нераспределенной прибыли компании стример после приобретения и эта доля равна 1568 мы эту сумму посчитали как мы 80% умножили на 1960 вот здесь я еще раз это вам проделаю 80 умножить на 1960 и мы получим 1568 вот эти 1568 да следующий следующая слагаемая которую мы должны в эту сумму для подсчета этой суммы посчитать это наш дисконт то есть изменение в сумме дисконта как это происходит это происходит следующим образом посмотрите на формулу у нас есть deferred cash то есть та сумма которую мы должны заплатить приденной стоимости 23996 да и у нас есть 8% 8% это стоимость капитала и мы умножаем вот эти 23996 на 8% и получаем 1920 и мы ставим знак минус сейчас объясню что на самом деле происходит обратите внимание что у нас происходит у нас ситуация такая что приобретение было 1 октября 4 года отчетность делается на 30 сентября 5 года то есть по сути проходит один год 1 год после того как произошло приобретение поэтому мы за этот год 8% должны доначислить то есть если говорить другими словами мы вот здесь видим что компания в момент приобретения должна была заплатить 28 миллионов через 2 года но эти 28 миллионов превращаются в другую сумму там через один год то есть это будет другая сумма смотрите как это будет давайте я здесь напишу то есть 28 умножить на единичку и так я скопирую вот да то есть смотрите по состоянию на момент приобретения то есть на 1 октября 4 года вот эти 28 через 2 года эти 28 миллионов которые нужно заплатить в шестом году они составляли 23 996 через год то есть на 30 сентября 5 года на отчетную дату они уже составляли 25 928 когда наступит момент платежа то есть это будет 1 октября 6 года эта сумма как раз стоит 28 миллионов и вот смотрите разница между вот этими суммами видите да 1932 и 2072 она как раз составляет вот вот эту сумму которую вы видите здесь видите да то есть обратите на это внимание вот здесь вот 1932 и 1920 у нас есть небольшая разница это за счет округления у нас происходит то есть на самом деле вот эта сумма и вот это это одно и то же то есть за счет округления у нас тут разница так следующее у нас есть нереализованная прибыль по запасам сумме 250 и эту сумму нереализованной прибыли также также нужно убрать как мы получили эту сумму 250 давайте посмотрим на условия задачи мы видим что у нас есть в пункте 4 в пункте 3 извиняюсь такое условие в течение года компания патия продала товаров на сумму 8 миллионов компании стрима то есть мать продала дочки на 8 миллионов с маржой прибыли gross profit margin в 25% на отчетную дату компания стример все еще владела одним товарами на 1 миллион долларов из тех товаров которые она купила на 8 миллионов в составе своих запасов и компания патия обычно продает внешним сторонам товары с маржой 45% вот эти 45% у нас нигде не используется у нас используется только gross profit margin в 25% смотрите соответственно если у нас в составе запасов остаются в сумме 1 миллион запасы то мы эти запасы в сумме 1 миллион умножаем на 25% на gross profit margin по которой они были куплены смотрите как я вам по другому объясню есть unrealized profit то есть нереализованная прибыль мы смотрим на вот эти две компании как на группу и поэтому когда одна из этих компаний патия продает другой компании стример какие-либо товары то та прибыль которую имеет патия за счет продажи этих компаний стример мы эту прибыль элиминируем потому что она является нереализованной в том случае если компания стример их еще не продала эти товары то есть смотрите например компания патия купила там за 100 рублей какой-то товар и за 150 продала компании стример а компания стример этот товар еще никуда не продала и не использовала и если мы делаем общую отчетность то есть групповую отчетность для вот этой группы компаний то получается что фактически стример владеет какими-то товарами на 100 рублей которые она купила у пати а не на 150 и ту прибыль которую показала пати в сумме 50 от продажи компании стример она является нереализованной и вот эту нереализованную прибыль мы убираем и вот здесь мы это собственно и сделали мы 25% это у нас число gross profit margin умножили на 1000 это стоимость запасов которая у нас там висит и собственно поставили знак минус потому что это у нас нужно вычитать все это нереализованная прибыль у нас всегда вычитается вот я вам объяснил 4 компонента из чего стоит consolidated retained earnings мы суммируем все эти 4 числа и получаем 209 миллионов 398 тысяч мы сделали 5 workings 5 расчетов теперь мы можем собственно сделать консолидированный баланс группы компаний пати на отчетную дату на 30 сентября 5 года consolidated statement of financial position of party group as of 30 september 2000 x5 соответственно у нас тут assets non-card assets equity and liabilities и так далее давайте посмотрим как мы получили вот эти числа сразу обратите внимание что активы у нас равны пассивам видите 0 давайте я тоже чек точно такой же чек здесь напишу если у вас активы равны пассивам то процентов 90 с вероятностью 90% вы решили задачу правильно с вероятностью 90% так вот вот теперь давайте смотрим как это у нас все получилось property planned equipment 476 тысяч здесь все просто мы просуммировали основные средства компании party и компании streamer никаких элиминирующих проводок здесь не надо потому что ничего про это здесь в условиях не сказано про основные средства видите общая сумма вот такая и она собственно получилась здесь точно такой же инвестиции как мы поняли ранее все 120 тысяч это есть инвестиции компании party в компании streamer и поэтому при консолидации они элиминируются то есть инвестиции равны нулю возможно была бы ситуация что изначально здесь было бы допустим 150 тысяч но здесь соответственно ретейн-теонис был бы побольше допустим 240 тысяч то есть тут на 30 тысяч больше и тут на 30 тысяч больше если бы была такая ситуация то у нас бы здесь в ответе в инвестициях стояло бы 30 тысяч то есть мы бы тогда бы понимали что 120 тысяч это инвестиции компании party в компанию streamer а 30 тысяч это инвестиции компании party в какую-то другую компанию которую мы здесь не консолидируем ну допустим компания party имеет еще акции apple например в которых у нее небольшая доля владения и соответственно я извиняюсь тут ко мне лезут и соответственно мы не консолидируем то что у нас не является то что у нас не должно туда попадать далее следующая строка это goodwill деловая репутация гудвилл у нас берется скажи привет тебе на камеру скажи привет и еще я просто посмотрю молодец записываю видео значит goodwill у нас берется из расчета который мы делали ранее это working free goodwill деловая репутация мы видим что в задаче ничего не сказано про impairment of goodwill то есть про обесценение goodwill и поэтому у нас собственно та сумма goodwill которая была на момент пробретения компании у нас остается 32 396 сумма всех наших внеоборотных активов а goodwill это у нас внеоборотный актив это 508 396 далее давайте посмотрим на текущие активы current assets current assets у нас состоит видите из четырех слагаемых прежде всего мы складываем current assets компании party 94 700 current assets компании streamer 44 650 60 это у нас переоценка видите вот эти 60 переоценка запасов на отчетную дату в чистых активах компании streamer и также мы вычитаем 250 это у нас нерализованная прибыль по запасам 250 и вот когда мы все эти 4 числа между собой сложили но одно из этих чисел мы сложили со знаком минус то мы получили что наш наши current assets составляет 139 139 вот вот этот файл в excel он собственно будет ссылка на него будет внизу в описании к этому видео вы все сможете увидеть все формулы как все это считается и так далее далее мы получаем total assets который является суммой current assets и non-current assets мы видим что эта сумма составляет 647 556 теперь обратим внимание на пассивы у нас есть share capital уставный капитал в сумме 190 тысяч equity 6 мы видим эту сумму у нас есть retained earnings та сумма которую мы считали ранее считали ранее 209 398 у нас есть резерв при оценке сумме 41 410 вот эта сумма revelation surplus то есть вот эти три суммы мы взяли из отчетности только по материнской компании party company и мы получили 440 798 у нас есть non-controlling interest который мы также посчитали в нашем воке номер 4 15392 и мы можем сосчитать total equity куда собственно включается и non-controlling interest то есть вот эти два числа вместе они дают нам total equity вот эти два числа 456 190 также переходим к внеоборотным активам которые состоят из одной статьи deferred consideration и эта сумма равна уже у нас смотрите 25 916 вот то что я вам хотел сказать 23 996 это deferred consideration за два года до платежа плюс 1920 да то есть вот видите здесь стоит минус и тут еще раз минус то есть мы вычитаем отрицательное число это значит плюс 23 996 плюс 1920 и мы получаем вот это вот число 25 916 то есть это приведенная стоимость платежа через год и следующая статья которая у нас есть это current liabilities текущее обязательство статья current liabilities в данном случае состоит из суммы двух статей 137 300 и 28 150 по компании party и по компании streamer на отчетную дату вот эти 165 450 то есть это абсолютно простая статья после суммирования всех наших строк которые необходимо просуммировать то есть equity капитал плюс внеоборотные обязательства плюс оборотные обязательства мы получаем общую сумму капитала обязательств в сумме 647 556 и эта сумма равна сумме активов вот то что вы видите это есть давайте я закрашу это есть наш консолидированный баланс это есть решение пункта а задачи но кроме пункта а у нас есть еще пункт б в котором спрашивается следующее давайте я вам почитаю компания party имеет стратегию покупок покупок разных бизнесов в общем смотрите давайте так чтобы не тратить время на объяснение пункта 2 потому что основное это было расчеты пункт а да то есть первый пункт я вам скажу что вот в этом файле у меня есть ответ на пункт б он есть собственно на английском и на русском вот он на русском языке вот он на английском языке вы можете почитать и полностью понять как делать пункт б в принципе он гораздо проще и легче чем первый пункт и собственно я вам предлагаю самим посмотреть как его делать то есть смысл мне вот это все сейчас читать нету то есть ничего нового я не скажу все расчеты вот здесь показаны таким образом я вам показал как решать задачу 32 бумаги F7 F7 SCA которая у нас собственно был вот тут написано в 17 году в сентябре декабре 17 года напоминаю что я являюсь членом SCA у меня сданы 14 бумаг ассы я стал членом в 15 году и на текущий момент я готов заниматься репетиторством с вами в том числе по ассе по МСФО бухгарскому учету управленческому учету бюджетированию финансам в целом IELTS меня сдан IELTS также на 7 баллов контакты мои как репетитора и как преподавателя по финансам по МСФО вы можете найти в описании к этому видео телефон скайп электронная почта и в будущем я планирую регулярно выкладывать разные обучающие видео желаю вам удачи всего вам хорошего до свидания